В южном округе обстрелян автомобиль частного извозчика, ранним утром приехавшего к дому, чтобы забрать клиента. В стрельбе предшествовала словесная перепалка между таксистом на Тойоте Приус и автолюбительницей на Тойоте Камри. Женщина своей машиной преградила мужчине путь. Дальше возник спор, кто первым должен покинуть двор. Для пассажира гибридного автомобиля ситуация выглядела следующим образом. Он подъехал к машинам, она выезжала. То есть ему не хватало места выехать. Он не говорил, чтобы она отъехала чуть-чуть задом, чтобы он смог спокойно приехать перед и выехать задом. Водители спорили, но недолго. Через пару минут автолюбители стали медленно и осторожно выбираться из тесного проулка. Правда, на выезде из двора таксисту пришлось давить на педаль акселератора, что есть мочи. За обиженную женщину вступился вооруженный муж. А за что же он вас накинулся? Потому что место я, наверное, не уступил, задержал. Я из-за нее не мог проехать, но для нее это не аргумент был. Она сказал, мне пофигу, выезжай как хочешь. Камера видеорегистратора, установленная в салоне Приуса, дает более чем исчерпывающее представление о случившемся. Автолюбительница на Тойоте Камри сдает назад и пытается выехать из дворовой территории, но окончательно перегораживает проезд Приусу. Впереди разгневанная горожанка, позади машины таксиста припаркован другой автомобиль. У меня сзади закрыт вход, вот проезжая часть. Отъезжайте назад, эти машины у нас всегда здесь проезжают. Куда я тебе отъеду? У тебя впереди ты стоишь, сзади у меня... Не выехать некуда, ты слышишь? После недолгих препирательств в диалог вступает местный дворник. Его голос у автолюбительницы внимает и освобождает место для маневра. Вдруг в кадре появляется мужчина, под футболкой он что-то прячет. Таксист вызвал полицию. В качестве доказательства показал дыру в багажнике. Правда, гильзу оперативники так и не нашли. По словам водителя гибридного автомобиля, оружие было похоже на пистолет Макарова. В службе такси горожанин работает три года. Такой случай у него произошел впервые. На стрелявшего он намерен писать заявление. С места происшествия Сергей Полоэктов, Анна Карпова и Павел Рогатин.